Сотрудники подразделений 1-го полка ДПС «Северный» провели совместный рейд по выявлению мотоциклистов и скутеристов, нарушающих правила дорожного движения. Местом проведения рейда стала трасса А-104 Москва-Дмитров-Дубна возле посёлка Орево. Это оживлённая дорога, по которой часто передвигаются мотоциклисты. На помощь сотрудникам 2-го батальона приехал экипаж специальной роты. Его задача – догнать водителей мотоциклов, которые не останавливаются по требованию инспекторов ГИБДД. В сравнении с прошлым годом мы выросли именно по тяжести данных происшествий. У нас возросло количество погибших и количество пострадавших людей с указанной категорией транспорта. С утра участники рейда провели работу на Дмитровском шоссе в районе деревни Грибки. Там автоинспекторы остановили мотоцикл, владелец которого не имел водительского удостоверения. Транспортное средство горе-водителя эвакуировали на штрафстоянку. Нарушителю правил дорожного движения теперь придётся уплатить внушительный штраф. Возле посёлка Орево в течение двух часов сотрудники ГИБДД остановили около 10 мотоциклов, а в целом за весь рейд – 18. Документы у большинства водителей были в порядке. «Мне с детства нравятся мотоциклы, нравится ездить, перебирать их. Моё хобби». «А вот скажите, пожалуйста, правильно то, что сотрудники ГИБДД проводят такие рейды?» «Ну, всегда интересно у них у самих документов спросить. А так это их дело». «А способствует ли это сохранению безопасности на дорогах?» «Нет». «А как надо делать? Что надо делать?» «Ну, по крайней мере, проверка документов – это не поможет. Надо какие-то другие мероприятия проводить на разъяснения, чтобы мотоциклисты видели, как им самим безопаснее ездить». По словам в РИО командира 2-го батальона Сергея Самойлова, Дмитровское подразделение ведёт активную совместную работу с Центром медицины катастроф. Мотоциклистов, получивших тяжёлые травмы в ДТП, отправляют в госпиталь Вишневского на реанимобилях Центра. Только в прошлом году все пострадавшие, прошедшие лечение в московской клинике, вернулись к нормальной жизни. «На сегодняшний день инспекторами нашего подразделения выявлено 31 водитель, не имеющий права управления. Четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения управляли транспортного средствами, а также 9 водителей, которые управляли мотоциклами, мопедами в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишёнными такого права управления. Также выявлено 13 выездов на полосу встречного движения, указанной категорией транспорта, и 66 водителей, которые перевозили пассажиров без шлема». Инспекторы 2-го батальона обращаются с просьбой к жителям города и района. Если вам известны факты нарушения правил дорожного движения водителями мотоциклов и скутеров, звоните по телефону дежурной части 8-495-993-98-27.